Однако первая буква на нашем пути должна нас порадовать и вдохновить, ведь она очень-очень напоминает русскую А. Это буква ЭЛЕФ. Буква ЭЛЕФ пишется очень просто. Это высокая вертикальная палочка с основанием на строке. Буква ЭЛЕФ дает нам обычный наш звук А. И вторая буква арабского алфавита тоже нас не разочарует. Если в русском языке мы знаем буквы А и Б, то в арабском языке нас ждут буквы ЭЛЕФ и БА. Буква БА основанием лежит на строчке. Под основанием расположилась точечка. Основание длинное и здесь такие два рожки. Если сложить вот эти вертикальные палочки друг с другом, то их сумма будет примерно равняться основанию буквы. То есть вся эта конструкция напоминает канцелярскую скрепочку, которой скрепляют листья тетрадки. Буква БА дает нам обычный наш русский звук Б. Замечательно! А и Б сидели на трубе. Пожалуйста, обратите внимание. Название буквы и ее звучание – это две разные вещи. Буква ЭЛЕФ – звук А. Буква БА – звук Б. И мы с вами узнали целых две буквы. Соответственно, можем написать слово. Слово такое. Прочтите его самостоятельно. Я почти уверена, что у вас получилось. Действительно, это слово читается как АБ. 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 АБ переводится с арабского как ОТЕЦ. И поскольку мы с вами знаем целых две буквы, то, соответственно, можем написать целых два слова. Второе слово. Слово БА-БА. БА-БА. Переводится с арабского как ПА-ПА. БА-БА – это ПА-ПА. Прошу обратить внимание, что в арабском языке отсутствует звук П. Поэтому арабы заменяют его на Б. Наш ПА-ПА будет звучать как БА-БА. Однако мы с вами видим, что в слове БА-БА с буквой БА произошли какие-то удивительные видоизменения. она постройнела, похудела, точка из середины перебежала в начало буквы. И вот сейчас эти видоизменения мы с вами как раз и будем разбирать. Теперь у нас есть Анаптилика. Вячеслав и анаптилика. Интер Hoca Тим, гостикild Give Me'll is the冤, гнgamber to prova always charted А теперь я вам скажу, И вот это то, так как вам имеется уч一定要